Музыка Для меня принципиально один вопрос. У партии коммунистов и Филата сейчас в этой общественно-политической ситуации есть два варианта. Первый вариант. Оставить одного Филата править страной. Как это делается? Коммунисты с Филатом голосуют за ставку Плохотнюка и Лупу. И коммунисты отказываются от того, чтобы с Филатом разделить правительство и идти возглавить парламент. Остаются в стороне и дают возможность Филату руководить страной. Это первый вариант. Если коммунисты на это пойдут, выполнив обещания, которые дали социал-демократам и поставят условия, что мы идем на это, но только Филат голосует и объявляет референдум за вступление в Евразийский таможенный союз, я могу согласиться с таким сценарием событий. Но если коммунисты просто переформатируют альянс без условий, чтобы дать народу возможность провести референдум, то это будет предательство коммунистов и на социал-демократы, и молдавского народа, и подыгрывание Филату, чтобы он остался на два года в управлении. Они могут пойти на такой шаг, полагая, что Филат останется в управлении, конкурентов в демократическую партию они, условно говоря, уберут с власти, и может быть Филат их не будет трогать, оставит в покое, восстановит НИД, и коммунистическая партия начнет восстанавливать свои силы и готовится к следующим выборам. Но я хочу предупредить всех коллег по коммунистической партии, что я не верю Филату, что если они пойдут по этому пути, Филат оставит их в покое и даст возможность развиваться коммунистической партией, и не будет больше репрессий в этой стране. Я уверен, что Филат захочет единолично руководить этой страной, потому что он понял, сколько денег можно зарабатывать, если ты руководишь с кем-то, и он догадывается, сколько денег он может зарабатывать, если он только сам будет руководить этой страной. Поэтому я бы не советовал партию коммунистов идти на этот шаг. И второй вариант, который возможен, это добиться все-таки распуска парламента. Распуска парламента можно добиться за счет того, что Филат помирится с силами на следующие 4 года. И откровенно сказать людям, почему были совершены ошибки. То есть что такое досрочные выборы? Это каждый осознает свои ошибки, каждый идет к людям, каждый просит прощения и дает какие-то заверения людям, почему они должны поверить им и почему они способны исправиться. Это будет честно по отношению к людям. Да, натворили беды, да, наделали ошибок, поэтому понимаем, что в Альянсе мы работать больше не можем, понимаем, что европейскую интеграцию продолжать нельзя. Вот поэтому мы идем на суд к людям, идем на досрочные выборы и просим довериться нам. Это было бы по-честному. Но этот второй вариант крайне невероятен. Соответственно, только третий вариант может устраивать молдавский народ. Это снести незаконный антинародный и антигосударственный альянс. У меня не хватит палец на руке или на руках, чтобы я перечислил все преступления, которые совершены против народа целенаправленно. Продолжение следует...